Научно-исследовательское геологическое предприятие компании Алроса продолжает переоснащение своей технической базы. В отдел исследования алмазов поступило новое оборудование, которое поможет на практике отработать инновационный метод поиска кимберлитовых месторождений. Подробнее об этом расскажет Роман Муконин. В последние два года кабинеты научно-исследовательского георазведочного предприятия постоянно пополняются новым оборудованием и техникой. Стоимость этих приборов высока, но и надежду на них возлагаются немалые. Техническое перевооружение должно помочь в поиске глубоко погребенных алмазных месторождений. На этот раз НИГП закупила газовый хроматограф. Нужен он для практического обоснования новой теории, которую разработали специалисты этого научного учреждения. Дело в том, что найти месторождение сегодня задача не из простых, и старые методы поиска уже не работают. Поэтому в НИГП предложили искать кимберлитовые трубки по их особым газовым проявлениям. Схематичная работа прибора выглядит так. Горная порода размельчается в порошок и помещается в хроматограф. Там ее нагревает до высокой температуры. Выделяемые образцом газы движутся по специальной трубке, и картину этого движения анализирует компьютер. Более легкие газы обгоняют тяжелые, а значит, можно построить диаграмму их химического состава. Таким образом мы можем анализировать очень малое микроколичество газов. Их настолько мало, что если, например, пузырек, наверное, пустить в воде, то мы этого пузыряка не увидим. Но прибор их может анализировать. Создав с помощью этого прибора базу данных содержания газов в различных горных породах, геологи смогут точно определять перспективные площади, что позволит сократить объемы дорогостоящих буровых работ. Ученые рассчитывают, что инновационная методика поможет в открытии новых месторождений. При этом специалисты даже смогут различать бедно-товарные и богатые трубки, что позволит принимать более рациональные и экономически оправданные решения по их дальнейшей отработке.